Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наше вечернее заседание. И сейчас со своей лекцией вы опять выступите, Кэтлин Кроник. И эта лекция будет о взаимоотношениях людей с аутизмом и обществом. Я бы хотела поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сегодня на эту конференцию. И мне действительно очень нравится, что это платформное общение, которое происходит между нами. И мне очень приятно видеть столько заинтересованных, мотивированных людей. И сегодня я бы хотела во второй вечерней секции поговорить о принятии людей с аутизмом или с расстройствами аутического спектра в общество, в социальную жизнь. Во всех обществах существуют определенные представления, стереотипы о тех или иных группах. И в Америке у нас довольно много таких представлений, и мы с ними боремся. И в американском обществе существует более высокая степень принятия людей-инвалидов, таких как, например, слепые люди, людей с физическими нарушениями. Чем людей с психическими нарушениями, такими как, например, аутизм. И это отчасти связано с тем, что при наличии физических нарушений мы видим их непосредственно. Мы понимаем, что человек ничего не может с этим поделать, не может себе помочь. И гораздо сложнее обстоит дело с расстройствами аутического спектра, потому что очень часто дети не отличаются от других детей, хотя у них есть эти отклонения. И в США многие родители мне жаловались, что им приходится постоянно сталкиваться с этой проблемой. Я очень часто слышу историей о том, как дети очень плохо себя ведут в магазинах. Они кричат, закатывают истерики. И мама не справляется с этим. И не только маме приходится справляться со своим ребенком, Ей еще приходится переживать все эти взгляды с упреком, которые она получает со всех сторон. И очень часто люди что-то советуют и говорят ей о том, что и предполагают то, что она плохая мать. Поэтому людям приходится бороться не только с нежелательным поведением ребенка, но и с чувством неудобства, с чувством стыда. Поэтому чем больше мы знаем об аутизме, о проявлениях аутизма, тем лучше мы можем понимать друг друга. Что касается психических расстройств, и в том числе и аутизма, существует очень сильное предубеждение на этот счет. И существует ложное представление о том, что такие люди могут управлять своим поведением, могут влиять на него, но они просто не хотят этого делать. И это один из тех стереотипов, которые нам необходимо преодолеть. И поскольку существует это предубеждение, родители испытывают чувство вины за отклонение в развитии ребенка. И также у них появляется чувство стыда за то, что они не смогли что-то сделать своевременно, чтобы предотвратить развитие аутизма. Но это не так. От них ничего не зависит в данной ситуации. У них у таких родителей очень часто возникает чувство безнадежности и безвыгодности, и они стараются отдалиться от общества. И они попадают в порочный круг, когда они все больше испытывают это чувство стыда, пытаются отдалиться от общества, и замыкаются, и все только усугубляется. И для начала я считаю необходимым рассмотреть некоторые мифы об аутизме, которые, как мне кажется, влияют на наше восприятие. Детей аутистов и мешают нам искать к ним особый подход для эффективного взаимодействия и общения. Некоторые утверждают, что у ребенка нет аутизма, потому что он очень эмоциональный. Но это миф, потому что дети с аутизмом могут быть очень открытыми, очень эмоциональными и расположенными к проявлению чувства симпатии. Но они могут выражать это по-другому. Еще один миф это то, что дети с аутизмом не хотят вступать в никакие социальные контакты. И хотя действительно некоторые дети боятся такого социального взаимодействия, большинство детей хотят установить социальные контакты, просто не знают, каким образом это можно сделать. И еще один миф это то, что дети с аутизмом не выражают и не испытывают никаких чувств. Дети с аутизмом могут быть печальными и счастливыми, и они испытывают огромный спектр эмоций, просто они не всегда могут их выразить понятно и доступно. И еще один миф это то, что дети с аутизмом не склонны к эмпатии. На самом деле это не так. Многие из них понимают, что чувствуют другие люди, и они могут испытывать эмпатию. И еще один миф это то, что у этих детей есть какие-то особые навыки и умения. Вы, возможно, все видели фильм «Человек-дождя» про человека-аутиста со сверхспособностями, и также видели, возможно, видео со всякими особыми способностями и возможностями детей. И, конечно, в некоторых случаях дети с аутизмом могут быть гениальными и гениальными рисовать или играть на фортепиано. Но это не частый случай. И я знаю, что у нас в Нью-Хавене живет мальчик, которого мы называем календарь-калькулятор. И у него есть такая способность, хотя у него ярко пригруженные симптомы аутизма, он может назвать вам, если вы называете ему дату любого года, он может вам назвать день недели этой даты. То, если я скажу ему, что день недели был 11 марта 1992 года, и он говорит понедельник. И я знаю, что это право, потому что я родила своего сына в этот день. И этот ребенок может вам назвать день недели на 10 тысяч лет вперед и назад. И вы можете назвать любую дату, при этом, если вы помните, какой это был день недели, он вам точно и назовет этот день недели. И ему на это требуется секунда или две. Это уникальное умение. И мы исследовали и наблюдали за этим мальчиком, пытаясь понять, как он это делает. И while I won't get into the specifics of how he was doing it, I can tell you a little bit about it. Я не буду вдаваться в детали, каким образом это все происходит, но я могу вам в общих чертах рассказать. So, apparently, if you are looking at the dates of a particular month and the days of the week, there are just 14 calendars before things start to repeat again, before a new cycle is repeated. Дни недели цикличные и повторяются через 14 календарей. То есть через каждые 14 лет повторяются те же самые дни недели. И он, когда был маленьким, очень много рассматривал календарей. И когда вы называете ему дату, он автоматически ее соотносит с одним из 14 календарей и выбирает соответствующий день недели. Он быстро производит некоторые математические калькуляции и называет вам точно день недели. И мы просили его делать некоторые калькуляции, складывать, вычитать. И следили за тем, как быстро работает его мозг. И он это делал быстрее, чем выпускники математического факультета Йельского университета. However, he does not know how to multiply or divide. Но при этом он не знает, как умножать и делить. He cannot use money, he cannot use the telephone. Он не знает, как управляться деньгами, что с ними делать, как пользоваться телефоном. И во всех рабочих ситуациях, которые его помещали, он начинал мастурбировать. Или он закатывал истерику, он начинал биться об стены, кричать. И хотя у него есть вот эта уникальная способность, она не имеет никакой практической ценности. И она ни во что не перерастает. Здесь я бы хотела подчеркнуть, что обладание вот этими уникальными способностями не гарантирует никоим образом ребенку увлекательную и успешную жизнь. Один из тех вопросов, которые я бы хотела рассмотреть в рамках взаимодействия в социуме, это страх перед такими людьми. Я думаю, что если мы считаем, что эти люди агрессивны или жестоки, то мы стараемся исключить их из нашего общества. И хотя люди с аутизмом могут быть агрессивны, это не большая часть людей. И хотя люди с аутизмом могут быть агрессивны, но это не всегда. Не всегда так бывает. Агрессивное поведение чаще всего является реакцией на внешний стимул. И многих людей очень просто научить реагировать по-другому. Но если мы этого не знаем, мы будем считать, что эти люди жестоки и будем стараться их изолировать. Из своего опыта работы с детьми аутистами, я могу сказать, что такое поведение является результатом агрессивного поведения по отношению к ним. Они очень много дразнят, зажимают и подвергаются агрессии. Следующий подход к людям с аутизмом, это авторитарный подход. Когда вы считаете, что они не способны себя никаким образом обеспечить. И в таком случае вы убеждены в том, что они не могут ничего сделать самостоятельно, и вы все должны делать за них. И в таком случае вы тратите слишком много времени на то, чтобы заботиться о этих людях, чем тратите на обучение их этим навыкам самостоятельно. И третий подход, который часто встречается в обществе, это такая благожелательность. И при таком сценарии нам кажется, что люди с аутизмом, как маленькие дети, наивные и невинные, и все время требуют нашей заботы. Иногда я слышу такие утверждения от учителей, мне кажется, что у ребенка нет аутизма, потому что он очень легко манипулирует. И это идет из убеждения, происходит из убеждения в том, что люди с аутизмом настолько похожи на детей, что они не умеют управлять, манипулировать другими людьми. Но на самом деле манипуляция это оборачивание ситуации таким образом, чтобы получить выгоду. И люди с аутизмом прекрасно умеют это делать, точно так же, как все нормально развивающиеся дети. И таким образом мы можем понять, что некоторые из наших представлений являются ложными. И мы приписываем людям те качества, которыми они не обладают, и это мешает нам с ними работать и обучать их. Каким образом мы можем влиять на представления в обществе, на людей в обществе? Мы можем менять их мысли, мы можем менять их эмоциональные реакции, и мы можем менять их поведение. Джонатан Кэмбелл, профессор в США, который работает с детьми аутистами, утверждает, что процесс заключается в том, чтобы процесс понимания того, что такое аутизм является одним из видов убеждающей коммуникации. И он изучал вот это вот ощущение позора, это предубеждение, которое следует сказать, существует в обществе против людей с рас, и он выделил три основных аспекта. Первое – это эмоциональная реакция по отношению к человеку с рас. Следующий компонент – это поведение. Как вы будете себя вести, как вам кажется, при общении с ребенком аутистом? И третий аспект когнитивный – что вы думаете о человеке с аутистом? Это Джонатан Кэмбелл. Он профессор университета Кентукки. И он очень интересовал вопрос, что думают подростки 12-13 лет о детях с аутистом? И он работал с 600 детьми 13 лет. И он оценил их отношения и эмоции. И их предполагаемое поведение при общении с человеком аутистом. И таким образом он смог выделить несколько важных компонентов процесса обучения людей Он выделил важнейшие компоненты, которые являются ключевыми для воздействия на представление людей. Как это все происходило? Доктор Кэмбелл работал с 600 детьми и оценивал их чувства. Затем он разделил их на несколько групп. В одной группе он предоставил детям информацию об аутизме. И оценил их мысли, их представления и их предполагаемое поведение. В второй группе он показал видео, вместо того, чтобы раздавать материалы для ознакомления, он показал видео с ребенком аутистом и рассказал им, что это за ребенок. И он представил ребенка, сказал, что это Джонни, ему 9 лет. До конца. Гvilleمن,エruнạn. Работает телевизору можно смотреть. Он не нравится домашняя работа. Работает домашняя работа. Он не нравится домашняя-домашняя работа. Работает нашимость. Джонни следует раздраж. И ему не нравится шпинат. У него аутизм. Работает Fryeн. Но ему не нравится ходить в церковь. И затем он оценил те представления, те мысли, те чувства, которые данная группа детей испытывала по отношению к Джоне. И в третьей группе детей. Он дал и объяснение, кто такой Джоне. И объяснение, что такое аутизм. И затем он оценил их представления, их чувства и их предполагаемое поведение. И он обнаружил, что в третьей группе, где дети получили наиболее полную информацию, они узнали и кто такой Джоне, и что такое аутизм. В этой третьей группе наблюдалось наиболее значительное изменение в положительную сторону. Изменение представлений и чувств детей. Дети, которые узнали о Джоне, о том, что он любит или не любит, также изменили свое отношение к аутизму в лучшую сторону. А дети, которые получили только информацию о том, что такое аутизм и самые такие простые базовые факты, продемонстрировали наименьшее изменение в отношениях и предполагаемого поведения. So Dr. Campbell took this apart a little bit and was able to identify or to consider who says what, how they say it and to whom they say it to. And what effect this has. And he broke this down for us. И он это все для нас разделил и понятно объяснил, сложил. So one thing he tried to understand was what we call source effects. Первая вещь, которую он исследовал, это источники и эффект от источников. For example, how credible the source is. Насколько достоверным является источник. Насколько приятным является источник, насколько он располагает к себе. И авторитет этого источника. И он обнаружил, что те источники, которые кажутся наиболее достоверными, также являются и наиболее приятными располагающими свет. Что касается силы воздействия и авторитета, то учителя и специалисты имели больше влияние на изменение отношения ребенка, чем родители. Кроме того, он выявил, что если сверстники, которые нормально развиваются, расскажут другим своим сверстникам о том, что такое аутизм и что при этом происходит, это также имеет положительный эффект. Он исследовал также социальный статус, социальное положение сверстников. И ему казалось, что возможно дети, которые не испытывают значительной поддержки в обществе, не являются очень популярными и несколько изолированы от общества, более склонны принимать детей с аутизмом. Также ему казалось, что дети, которых игнорируют большая часть общества сверстников, более склонны принимать детей с аутизмом. И также, если популярный ребенок, который является лидером в своем сообществе, принимает детей с аутизмом. What he found is that children who were rejected by other children were good, typical peers to their fellow students with autism. Такой лидер также имеет значительное влияние. И он обнаружил, что дети, которые отвергнуты обществом, они действительно хорошо принимают детей с аутизмом. Те дети, которых игнорируют общество, не принимают, не очень хорошо принимают или не принимают детей с аутизмом. Те, кто наилучшим образом принимают детей с аутизмом, это те, кто имеет средний социальный статус. Эта информация мне очень полезна, когда я пытаюсь найти сверстников, которые могут подружиться с ребенком-аутизмом, с которым я работаю. Дети с аутизмом и обычные дети более склонны слушать сверстников, а не учителей, чем другие группы. Если вы выберете определенную группу сверстников в школе, которые хорошо принимают детей с аутизмом, то, соответственно, будет гораздо легче интегрировать детей с аутизмом вообще в социальную жизнь в школе. И он также исследовал, какой вид информации является наилучшим, оптимальным для предоставления людям. Первый тип информации — это директивная информация, то есть это определенные инструкции, что нужно делать. И он обнаружил, что такая директивная информация, такие инструкции не оказывают никакого положительного воздействия на представление детей, на эмоции детей и чувства детей по отношению к детям с аутизмом. И если мы хотим, чтобы наши дети хорошо принимали детей с аутизмом, просто сказать им, что нужно делать, это недостаточно. И типы информации, как я уже говорила ранее, которые являются наиболее эффективными — это объяснительная информация, пояснительная информация и описательная информация. Очень помогает, если вы сумеете рассказать детям, обычным детям, в чем дети аутисты похожи на них. И если это идет также в сопровождении определенного объема информации о том, что такое аутизм и что при этом происходит, то это является еще более эффективным. Another consequence of this experiment was he was able to try to understand what are the best ways to teach children, typical children, about children with autism. Также еще одним результатом являются методы донесения информации, оптимальные методы обучения детей и объяснения им, что такое аутизм и кто такие дети аутисты. So he found that using media, like television, video, could be very, very helpful. And that experience with children with autism was more likely to influence children in a positive way than just education about the children. И также он обнаружил, что личный опыт общения с детьми аутистами является более показательным для детей, чем просто обучение. So this really argues for including children with autism in groups of typically developing children. And while I won't get into it in too much detail here, there's a significant positive benefit to peers when they learn about disabled friends. И я не хочу на этом останавливаться подробно, но у детей, которые узнают о детях аутистов, действительно тоже появляются определенные преимущества. Children who serve as tutors or mentors have increased self-esteem. Те дети, которые выступают в роли наставников, имеют более высокую самооценку. Они больше сочувствуют другим людям. И они более понимающие и более отзывчивые. И еще одним результатом его исследования является разделение по половому признаку и по возрастному признаку. И он обнаружил, что девочки более склонны испытывать положительные чувства по отношению к детям аутистам, чем мальчики. И он также обнаружил, что детям более младшего возраста гораздо легче и охотнее принимают детей аутистов, чем более старшие группы. И это все свидетельствует о том, что необходимо как можно раньше обучать детей тому, что есть особые дети, другие дети. Но, конечно, нам еще нужно провести много исследований для того, чтобы понять вот эти вот гендерные различия. Возможно, методы, которые применял доктор Кэмпбелл в своем исследовании, оказались более действенными для девочек, но о причинах этого не говорится в самом исследовании. Мы также можем попытаться использовать различные сценарии, различные методики и методы для того, чтобы понять, каким образом мы можем привлечь мальчиков и как мы можем больше вызвать у них реакцию. И еще два аспекта, на которых доктор Кэмпбелл не заострял свое внимание. Но поверхностно их затрагивал. Например, предыдущие знания об аутизме среди детей, которые участвовали в этом исследовании. И, в общем-то, причина этого служила то, что так мало детей имело хоть какие-либо представления об аутизме, что он просто не мог оценить уровень знаний и уровень представлений до проведения этого эксперимента. Некоторые из ответов были, что аутизм это проблема, по причине которой ребенок не может социализироваться. Но некоторые дети ему отвечали, что аутизм это большое прекрасное здание. И, конечно, нам нужно готовить детей лучше и давать им более широкие знания о том, что такое аутизм, особенно если они выступают в роли наставников. Также важно понять, какие личностные характеристики помогают ребенку лучше принимать детей с аутизмом. Это предмет будущих исследований. Еще один вопрос. Он не обнаружил никаких отличий в плане социально-экономического статуса. И неважно, насколько обеспечена семья ребенка, из которого он пришел. Независимо от социального положения семьи, дети принимались по-разному в обществе. И хотя это не зависит от социально-экономического статуса и положения, это скорее, и уровень восприятия детей аутистов скорее зависит от их поведения. Дети с более агрессивным поведением, конечно, гораздо хуже принимают сообщество. Вы, конечно, все понимаете, почему дети стараются держаться на расстоянии подальше от ребенка с агрессивным поведением. И это для нас сигнал, что если дети аутисты продолжают использовать агрессию для того, чтобы получить то, что они хотят, нам необходимо вмешаться. Я считаю, что в большинстве случаев своевременное вмешательство может предотвратить агрессивное поведение. И мне кажется, что ребенок с агрессивным поведением, которое впоследствии было скорректировано, все равно зарабатывает определенную репутацию, которую очень сложно поменять. И в пятом классе дети все равно будут избегать ребенка, хотя он уже стал гораздо менее агрессивным уже во втором классе. Но это представление сложно поменять. So, my conclusions for today are that introducing the individual with autism to the community is just the first step. И некоторые выводы на сегодняшний день. То есть, введение человека в общество является только первым шагом. Очень важно устранить те виды поведения, которые мешают социальному взаимодействию и наоборот поощрять и развивать те виды поведения, которые способствуют общению. И сверстники, особенно специально подготовленные сверстники, сверстники-наставники, могут улучшить восприятие людей и интеграцию детей аутистов в сообщество сверстников. Sometimes it just takes one or two children in a classroom to be accepting of a child with autism to then cause all the children to be welcoming to the child. И иногда достаточно всего двух человек, которые принимают ребенка-аутиста для того, чтобы поменять отношения всего класса и в итоге добиться того, чтобы весь класс примет ребенка-аутисту. Я благодарю вас всех. Я хотела поблагодарить профессора Джонатана Кэмпбелла, который провел эти важные исследования. Спасибо. 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 Спасибо.